ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем рассказать еще один секрет. Ну, хотя, наверное, ни для кого не секрет, что уже не за горами, пора, тускок, уже и солнце, уже и погода нам намекает, что хватит работать, пора ехать отдыхать в дальние и в теплые края. Именно по этому поводу мы решили обсудить одну тонкость, одну деталь, которая чаще всего заманивает туристов в тот или иной отель, а именно система All-Inclusive. Для этого мы пригласили в студию сегодня менеджера по туризму Сюзанну Саян. Сюзанна, доброго утра. Доброе утро. Доброе утро. Сюзанна, ну, действительно, когда человек слышит фразу All-Inclusive, представляются горы бесплатной еды и много-много-много всех бесплатных удовольствий. Но не все так просто, насколько рассказывают специалисты. Все-таки что входит в систему Все Включено? В систему Все Включено – это входит комплекс, предоставляемый заранее купленным туристам, услуг в отеле. В эту стоимость входит, это будет и проживание в отеле выбранной категории, питание по системе, все Включено – это завтраки по линии шведского стола, обед, ужин в определенное время. К примеру, завтрак с 7 до 10, обед с часу до 3 и ужин с 6 до 8. Вот в это время турист должен рассчитывать, чтобы посетить ресторан. Это будет и пользование инфраструктурой отеля, то есть плавательным бассейном, развлекательными программами, это будут и дневные развлекательные программы, анимация так называемая, да, и вечерние, и детские мини-клубы, кто едет отдыхать с детьми. Те в первую очередь ставят приоритет, чтобы на территории отеля была детская анимация. Развлекательная программа, уборка, то есть турист уже рассчитывает на то, что в номере будет ежедневная уборка. Это все входит в систему, все включено. Некоторые отели предоставляют также, скажем так, бонусом некоторые услуги. К примеру, если турист проживает в отеле более 7 дней, он имеет возможность посетить один из ресторанов сети Лякарта по предварительной записи. Также, вернусь к питанию, когда по шведскому столу все включено, входят напитки местного производства. То есть турист имеет возможность во время обеда выпить бокал вина, то есть это будет входить в стоимость заранее купленной путевки. Сюзанна, ну вот такой вот менталитет нашего человека о том, что когда речь идет о шведском столе, сразу же представляется, нет ограничений, никто не сдерживает, сразу же в одну тарелку накладывается вот такая вот гора, до тех пор, пока Пизанская башня этой не рухнет. Тоже касается и бокала вина, его литраж тоже зачастую не сильно ограничивается менталитетом нашего человека. Ограничивается ли отелем количество подходов к шведскому столу? Нет, вы имеете возможность подходить столько количества раз, сколько готова желудок. То есть это не ограничено, что спиртные напитки не ограничено на количество, что разнообразие блюд. Пожалуйста, выбирайте сколько хотите. Сюзанна, вот вы нам рассказали о «все включено в системе», что в нее входит, это и развлекательная программа, и питание, и уборка. А вот каждый отель может сам устанавливать, что вот входит в это «все включено»? Да, некоторые отели ставят ограничения. Вот, к примеру, по развлекательным программам. У них там есть какие-то определенные развлекательные, там утром йога, в обед какие-то восточные танцы и так далее. То есть какие-то развлекательные программы. И ограничения в основном по спа-услугам. То есть это сауна, это хамам. То есть некоторые предлагают бесплатно, некоторые в этом-то и подводные камни. То есть турист должен заранее знать, в каком отеле есть бесплатная эта услуга, в каком это будет платно. То есть мы это все заранее обсуждаем в офисе, что в вашем отеле будет сауна бесплатно, вы можете посещать сколько хотите, раз, неограниченное количество раз. Но некоторые предлагают платно. И то, как я говорила, по питанию в Ля-Карте, некоторые, опять-таки, заманивают таким образом туристов. То есть больше дней отдыхаешь, получаешь таким образом бонус. Ля-Карте – это как бы рестораны направленной кухни. То есть это будет средиземноморский ресторан, итальянский, азиатский и так далее. То есть помимо основного ресторана, турист имеет возможность посетить еще рестораны. То есть нужно следить очень внимательно за тем, что именно входит во все включено, иначе можно за какие-то услуги уже платить потом. Да. Скажите, ну вот есть такое понятие, как все включено, есть такое понятие, как ультра все включено. В чем разница? Просто в количестве услуг? Это, скажем так, более расширенная версия все включено. В ультра все включено будут ходить, помимо все включено, напитки местного производства, это будут напитки импортного производства, плюс еще мороженое, свежевыжатые соки. Опять-таки некоторые отели предлагают это бесплатно, некоторые предлагают это за дополнительную услугу. Это за дополнительную цену. Эта услуга есть, но будьте добры и оплатите ее. Скажите, Сюзанна, а насколько вот в нашей стране, в Украине, в отелях эта услуга внедрена, все включено? На самом деле в Украине не так давно начала развиваться эта система. Конечно, мы еще немножко далековаты от турецкого, с турецкой системой все включено. Но наши молодцы стараются. Это больше распространено на курортах Черного моря. Это Одесская область, Николаевская область, Херсонская. Там уже предоставлены отели, парк-отели, которые предоставляют данную услугу. Просто в соотношении цена-качество у нас будет это немножко дороже. Пока еще страдают. Да, ну, к примеру, где-то сутки в наших отелях одесских будет стоить на двоих тысячи полторы. Эта система все включена. А вот, кстати, заговорили мы о цене. Да, сколько в среднем будет стоимость отдыха в отеле с системой все включено? В среднем. Ну, вот если брать, к примеру, Турцию, да, на май-июнь месяц, это будет где-то в районе 300 долларов на человека. 250-300 долларов. Это будет готовый турпакет. Сюда будет ходить и авиаперерет в том числе. Отличается как-то вот услуга, все включено, вот эта система, скажем, Турция, Египет, Испания, возможно, или другие страны Европы? Или приблизительно все везде одинаковые стандартные пакеты? Приблизительно стандарты, примерно оно все похоже. Ограничения, может быть, там по времени, по разнообразию меню, там своя кухня в Египте, в Турции своя, то есть разнообразие блюд. Вот примерно план действий, скажем так, одинаковый. Завтраки, анимации и так далее. В Европе не очень занимаются тем, чтобы развлекать людей. Анимации не сильно увлечены, и Европа не предоставляет в основном услуги, все включено. Это более популярно для Турции и Египта. Потому что Европа ограничивается максимум завтраками, завтрак-ужин, поэтому и цена, естественно, там немножко другая. А вот вы сказали, цена другая, цена выше, получается, в Европе? Да, в Европе намного выше цена будет, все включено. Ну а с чем это связано, если вот они услуг меньше предоставляют? Еврозона. Ейте все сказано. Ейте все сказано, да. А, Сезанна, скажите, а правда, что вот при системе все включено, мы косвенно так затронули, только местные продукты используются? Местные напитки используются, да. То есть это будет местное вино, местное пиво, водка. Это будет все только местного производства. Те же самые напитки. Свежевыжатые соки, там, вы можете купить за дополнительную плату. То, в основном, это будут напитки химического состава, юпи. Да, это то, что входит все включено. Получается, именно поэтому в Европе, если все включено, то там местные напитки, соответственно, которые, наверное, дорожные. Поэтому и разница стоимости. Да. А такие страны, как, ну, больше экзотика, Таиланд, возможно, здесь тоже эта система работает? Работает в таком же плане, но просто, опять-таки, цена. И, как бы, это такие страны, экзотика, где питание недорогое. И турист может самостоятельно питаться, в ресторане ему выйдет даже дешевле, чем если он заранее купит путевку со все включено. Поэтому такие страны, и они предлагают вам завтрак, это будет континентальный завтрак. То есть это не шведский стол. Чай, булочка, да, там, упрощенный, скажем так, завтрак. По системе все включено, это нужно, как бы, рассматривать только отели высшей категории, это 4-5 звезд. Троечки, ну, в экзотических странах не предлагают все включено. Вот, и цена, естественно, будет в разы дороже. Получается, в разных странах все по-разному, и вот даже, казалось бы, все включено очень выгодно для туриста, в некоторых странах совсем даже и не выгодно, да? Да. Да, в таких вот экзотических, как, мы говорили, Таиланд. Сюзанна, огромное спасибо, что нашли для нас сегодня время и разъяснили, что и как в этой системе все включено. Я напомню, уважаемый телезритель, что мы общались с менеджером по туризму Сюзанной Саян. КОНЕД Santa